Инулин в качестве пребиотика показал неоднозначные результаты по гликемической шкале. Исследование, проведенное на 54 здоровых взрослых людях среднего возраста от 35 до 65 лет, мужчинах и женщинах, принимавших 10 грамм добавок инулина в течение 8 недель, не выявило каких-либо значимых результатов и изменения массы тела. Снижение уровня инсулина в плазме наблюдалось через 4 недели лечения и оставалось ниже до 8 недели. Наряду с более низкими концентрациями триглицеридов в плазме, общий холестерин был ниже в группе, принимавшей инулин, по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Исследование пришло к выводу, что добавки инулина могут влиять на деградацию частиц липопротеинов, богатых триглицеридами. В исследованиях на людях, проведенных на женщинах с ожирением, получавших инулин, наблюдалось большее количество бифидобактериум и фаекалибактериум пролузницы, который вырабатывает бутерат, эффект который совпадал со снижением жировой массы и липополисахарида в сыворотке. Важная роль бактерий бифидобактериум в борьбе с ожирением недавно была продемонстрирована на примере бактерий бифидобактериум лонгум, как в доклинических моделях ожирения, так и на людях. Продолжение следует...